Быстро отвечу на вопросы по микродозинку. Мне часто задают примерно один и тот же вопрос. Вот микродожу неделю, микродожу две, я побуду мухомора. Появилась тревожность, появилась какая-то раздражительность, появились еще какие-то сомнения, страхи, какие-то переживания внутренние. Естественно, они будут появляться, если вы не будете содействовать. Потому что микродоз, а именно мухомор, это инструмент, который дается вам в руки, как волшебная палочка. И вы должны им начинать регулировать себя, регулировать свое настроение. Корректировать его. Потому что если вы закинулись в мухомор, вы такие, о, эффект. Он первый раз вам покажет этот эффект, спокойствие. Часто еще пишут, говорят, никакого эффекта, не знаю, надо увеличить дозу. Никакого эффекта нет. Вы этот эффект начинаете наблюдать вдруг внезапно. Такие, ловите себя на том, что, опа, а вот сейчас была ситуация, я раньше себя повел бы так, а сейчас вот так повел, и хорошо. Не поддался эмоции. Почему-то эмоции-то не пошла. О, вот оно как, это оказывается, вот это, вот оно работает. То есть, понимаете, ловите себя на том, что что-то, ваши какие-то привычные вещи, или там, например, зарплату вам не заплатили, вы отреагировали бы раньше, начали бы нервничать, переживать, звонить, что-то там требовать. А сейчас так, оп, и пропустили. Я такие, опа, смотрите-ка, неделю зарплату задержали, а я всю эту неделю вообще внимания не обращал. Оп, и деньги пришли, и нормально. И я вспомнил о зарплате, когда они пришли. То есть, понимаете, вы перестаете себя все время накручивать какой-то мыслью о каких-то ваших проблемах, переживаниях. Вот, и это вроде незаметно, вроде нет никакого эффекта, но постепенно, вы понимаете, что там с людьми начинаете общаться более доверительно, больше стали улыбаться, лучше спать, какое-то настроение появилось другое, интересное. Это вначале, а потом, если вы не будете, ну, как бы, эти вещи наблюдать в себе, и будете говорить, ну, когда же будет эффект от мухомора, когда же будет эффект, когда же моя жизнь изменится, когда же у меня деньги появятся, когда же у меня там еще что-то. Вот эти переживания, они усилятся, перейдут в тревожность. Если вы этой палочкой волшебной, мухомором, не будете корректировать себя, наблюдать, то есть, мухомор позволяет вам наблюдать те прекрасные ощущения, которые проявляются как бы незаметно, как бы незаметно. Но если вы начинаете наблюдать, вы заметите кучу, кучу, кучу изменений в своей жизни. Изменений в восприятии, прежде всего, изменений в ваших ощущениях, чувств, которые у вас вдруг возникают по отношению к тем моментам, где вы, например, проявляли какую-то негативность. Так, оп, странно, как же так? Опа, и оно вот так. Опа, то есть, надо наблюдать. Если вы не наблюдаете, если вы не содействуетесь, это все закончится тревожностью, переживанием и еще больше депрессией. То есть, мухомор, она резонирует то, что вы наблюдаете. Если вы наблюдаете отсутствие эффекта, потому что думаете, что эффект – это что-то такое особенное, то и вас еще туда больше как воронку у этого будет затягивать. Поэтому обратите внимание, прежде всего, на сны, да? Ну, что, сны и сны, да? Нет, не всегда. Они чуть ярче, они чуть интереснее. Да, там тоже какие-то тревожные ситуации. Мухомор вам подкидывает различные ситуации, которые вас в жизни тревожили во сне. И до этого возможность их проработать, потому что это сон. Вы делаете там, что хотите. И вот не обязательно это во сне прорабатывать. Но вы понимаете, что вот вы во сне поступили как-то вот так, не очень, запереживав, испугавшись, а проснувшись, вы понимаете, что теперь, если такая ситуация произойдет, вы ее воспримете как во сне. То есть, отреагируете на нее легко, непринужденно. Или, так сказать, не дадите себе возможности или повода попереживать, там, оправдываться лишний раз. Просто отмените в себе вот эту реакцию на ту или иную ситуацию, которая появляется во сне. Вот, понимаете, какое волшебство. Вот оно такое по чуть-чуть, оно начинает проявляться в разных вещах. Начиная от снов, заканчивая ситуациями в жизни, где у вас совершенно меняется, полярно меняются эмоции от восприятия. То есть, вы начинаете воспринимать ту или иную ситуацию по-другому, и другие эмоции. И вот на эти эмоции, на эти ощущения и следует обращать внимание. То есть, когда мы обращаем на это внимание, вот мы тогда содействуем, мы тогда пользуемся этим волшебным инструментом, как этой волшебной палочкой. Мы начинаем рисовать свою роль. Начинаем рисовать свою роль заново, выстраивать ее. Раньше вы были суетной нервной, а теперь вы наблюдаете эти моменты в себе и убираете их. И роль получается, ваша роль в жизни, в жизни которой вы играете, другой. Происходит коррекция. Вы начинаете потихоньку корректировать то, что раньше проходило бессознательно, неосознанно. Вы это пропускали просто потому, что, ну, как привыкли реагировать на те или иные вещи определенным образом. А теперь вы можете эту реакцию менять. И, соответственно, понимать, что ситуации-то никаких не происходит, проблем-то никаких не происходит. Вы их создаете в голове. Напряжение по отношению к тому или иному явлению, создающее проблему, создаете вы сами. И вот в этот момент вы начинаете корректировать. И если вы этой коррекцией не занимаетесь, если вы пассивно живете микродозинг и ждете, когда он вам что-то поменяет, вот это ожидание, еще раз повторяю, вот это ожидание влияет на вашу тревожность. Оно непосредственно разовьет ее, эту тревожность. До разных, до любых размеров, вплоть до депрессии, если вы не будете ничего с этим делать. Потому что у вас открывается возможность, открываются как бы глаза, а вы не готовы к пробуждению. Вы не готовы к тому, чтобы проснуться и видеть мир таким, какой он есть. То есть, никаким пустой. И вы его наполнить не можете. И ждете, когда он заполнится за вас. Но это время уже прошло. Если вы приступили к микродозинку, время, когда все делали за вас, заканчивается. Дальше все создаете вы. То есть, нет ни мамы, которая принесет вам попить, покушать, поесть, ни папы, который вам даст совет. Все мамы и папы вот здесь. И вы сами становитесь для себя и мамой, и папой, и президентом, и учителем. И если вы, будучи на микродозинге, продолжаете искать учителя, продолжаете искать, спрашивать советы у кого-то, продолжаете, пытаетесь понять через кого-то, то вы приходите как раз-таки к этому состоянию нестабильному, унылому, почти депрессивному. Страхи появляются. Потому что вы игнорируете самое главное в этом процессе – самого себя. Вы игнорируете возможность использовать себя в этой жизни как учителя. Потому что ваш мозг в этот момент просыпается. И когда мы просыпаемся, еще раз повторяю, что мы обнаруживаем? Мы обнаруживаем пустоту, которую мы должны заполнять. Не кто-то за вас, а вы сами лично. Это тревожно, страшно, непривычно. Потому что раньше за вас сделали все. Мне это легко. Вот она за меня все делает. Мы вместе все делаем. Имейте в виду, все тревожности, все вот эти побочные эффекты, все негативные побочные эффекты от микродозинга случаются лишь из-за того, что вы не начинаете быть самостоятельным. То есть вы отказываетесь от этого факта вашей зрелости, пробуждения, взросления. Вы хотите оставаться ребенком, за которого все делает кто-то. Мы так и живем, даже когда взрослые, мы все время на что-то надеемся. На зарплату, на советы друзей, на врачей, на то, что скажут по телевизору, на власть. Но здесь все меняется. Меняется таким образом, что вы начинаете делать все сами. Вы не ждете радости. Вы начинаете радоваться. Вы начинаете играть роль радостного человека. И радость приходит. Чувство радости приходит только лишь после того, когда вы расправляете плечи. Когда вы открываетесь этой пустоте, открываетесь и начинаете ее заполнять своей ролью. Понимаете? И тогда приходит радость. Не радость вам дает расправленные плечи. Вот вы обрадовались все-таки. И вам позицию эту приняли. Нет. Это поза. Это роль ваша. И дает вам ощущение радости. Если вы эту роль играть не будете. Если вы будете сидеть, чесать жопу и ждать, когда мухомор за вас расправит вам плечи. Словите депрессию. И еще больше страхов. Мухомор открывает вам глазки. Ваши внутренние. Я не чувствую. Я не чувствую. Это все пиздеж вашего эго. Вот ваш голос в голове, он будет все время противоречить тому, что происходит на самом деле. И для того, чтобы обнаружить то, что происходит на самом деле, вы должны замечать в нюансах изменения. В небольших. Я еще раз говорю. Начиная со снов. Не о снов, а сны ваши. Снов. В которых происходят гораздо более интересные, яркие события. Они могут быть более страшные. Могут быть более тревожные. Но вы начинаете это наблюдать. Насчет этой тревожности обнажаются ваши просто. То, чего вы боитесь, то, чего вы скрываете, от чего вы бежите, пытаетесь все время заболтать себя, лишь бы вот эти вот переживания внутри себя не наблюдать. А во снах они обнаруживаются и показывают, насколько они ни на чем не основаны, что вы можете от них легко избавиться. Избавиться тем, что просто их отменяете. Перестаете их наблюдать. Мухамор – это инструмент вашего наблюдения. Инструмент вашего наблюдения, вашей реальности, которая состоит из пустоты. Еще раз, я буду сто раз вам повторять одно и то же. И эту пустоту вы заполняете сами. Не кто-то, вы теперь и мама, и папа, и дядя милиционер. И все вы, только вы. И к чему вы не прикоснете, с чего вы не начнете делать, у вас будет получаться не сразу, а потихоньку, постепенно. Начинайте осваивать. Раньше не готовили, например, еду. Начинайте пробовать. Начинайте готовить еду сами. И будет получаться постепенно. Вы создаете заново свою жизнь. Свою роль и свою жизнь. И все ощущения, которые от этой роли должны к вам прийти. Они создадутся только благодаря вашей самостоятельности. Еще раз, не ждите эффекта от мухомора, а создавайте его. Если вы этого делать не будете, то значит, вот ваше ощущение, вот это состояние... Вот вспомните Нео, да, в фильме «Матрица», когда он проснулся, когда его разбудили и вытащили. И что он обнаружил? Обнаружил, блядь, что все этого мира нет. Что все теперь, блядь, ни хуя того, к чему он привык, нету. Кроме боли, ощущения неприятного и... Что? И все самому. Оказывается, не так легко ходить, не так легко дышать, не так легко еду себе добыть. Все, значит... То есть он попал в спартанские условия. Вам мухомор не то, чтобы предлагает эти спартанские условия, но если вы не будете ничего делать, то вам будет тяжело. Вы не выживете. Ни в каком виде вы, ни в спящем, ни в пробужденном не выживете. То есть что значит выжить? Это просто жить. Когда вы спите, вы не живете. Когда вы просыпаетесь, вы можете просто охуеть от того, что вы не начинаете жить, ничего не делаете, не создаете, никакого действия не создаете. Начинайте действовать. Начинайте наблюдать свою роль и создавать ее. И все то, что должно быть у вас, оно сразу не появится. Это же не какой-то фильм-сказка, где все сразу появляется. Вы начинаете это делать, потому что вы живете в бесконечности. И потихонечку, действие за действием, маленькое действие, вдруг из этого складывается и появляется много-много-много всего. Но оно не будет многого. Вы это много не будете ощущать. Вы будете ощущать и наслаждаться вот именно этими нюансами, которые создают. Вы потом обернетесь и увидите плоды вот этих вот нюансов. Нюансы, которые уже делали вас счастливым человеком, а не только счастье, к которому вы движетесь и создаете эту пирамиду счастью по кирпичику. Нет, каждый кирпичик уже этой пирамиды является для вас поводом для счастья. Вы не ставите цель, вы сконцентрированы на действии, на этом действии, дающие вам вот это ощущение радости и счастья. Оно уже здесь, сейчас, а не тогда, когда пирамида будет достроена. Пирамида не цель, а процесс создания этой пирамиды является самым, то, что называется, жизнь, жить. Ну и на Астрале и все, и дальше. Другую пирамиду еще и пропагандую. Главное, чтобы быть в этом процессе, наслаждаться не от результата, который ничего не дает, законченность чего-либо оно не дает. Это как бы эйфория мимолетная, очень кратковременная, а процесс, он бесконечный. И именно счастье, оно в процессе, а не в конечном пункте. Все у меня. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, в этой жизни вы никому ничего не должны, даже себе. Но вы будете должны, если у вас есть желание. Поэтому вы никому ничего не должны, только когда у вас желаний нет. Как-то так.